Конечно, главным украшением на наших улицах 8 марта, как и в любой другой день, являются женщины, считают и специалисты Брест-Горсвета. Но тем не менее, в организации позаботились, чтобы областной центр передавал праздничное настроение и радовал прекрасных дам. Так на проспекте Машерова снова расцвели элементационные тюльпаны. 16 красных и желтых цветов превратились в растущие на участке от остановки общественного транспорта Мопра до Кобринского моста деревьев. Цветочная композиция зажигается ежедневно с включением наружного освещения на улицах города. Такие тюльпаны будут радовать брещанок еще неделю. Столько же еще будет идти экспозиция брестской семьи художников Вяль в выставочном зале на Советской. Это уже вторая семейная выставка Геннадия и Светланы Вяль совместно с их дочерью Алиной. Более двух десятков работ. Они выполнены в разных стилях. Эту экспозицию брестские художники приурочили к Международному женскому дню. Вероятно, именно поэтому и темы разнообразных полотен посвящены пробуждению природы жизни. Ну вот, можете оценить то, что мы представили наряду с молодыми художниками, которые выставляются в большом зале. Я доволен, что мы вместе с молодой генерацией выставляемся. Это обязывает нас ко многому. То есть не чувствовать себя какими-то уже такими закостенелыми, что ли. Ну, как это сказать. Метрами, что ли, как некоторые могут считать. Обязательно надо быть молодым в душе. Ну, а весна как самый такой мощный стимул к дальнейшему совершенствованию. Геннадий Вяль представил на весеннем Вернисаже уже хорошо знакомые ценителям графики, экслибрисы и гравюры. И несмотря на то, что его работы давно получили признание коллекционеров со всего мира, бесспорно, самой лучшей и удачной работой он все равно считает написанный им портрет дочери Алины. По нашим стопам конкретно, я думаю, что, ну, вряд ли она пойдет. Она все-таки мечтает стать дизайнером. Алина представила на праздничном Вернисаже живописные натюрморты и компьютерную графику. В нашей жизни все белое-черное, день-ночь, доброе-злое, и оно постоянно друг с другом борется. И чаще всего побеждает все равно вот то, что светлое, то, что доброе, то, что радостное. У меня внучка здесь у Светланы учится, и поэтому я сама из Витебска приехала сюда, и вот попала на эту выставку. Очень приятно видеть красиво, здорово. Молодцы! Девочка, которой 19 лет, рисует такие, или пишет, правильно сказать, такие интересные вещи. Вы знаете, я после этих выставок просто два дня хожу, такая какая-то умиротворенная. Очень нравится, просто чудесно. Действительно, я не ожидал, что такая будет интересная выставка. Я просто поражен, что как, собственно, вся семья в таком интересном стиле работает. И разном, можно сказать, да, и в то же время в едином таком семейном стиле. Праздничная выставочная экспозиция получилась достаточно выразительной и органичной. Так что за весенним настроением любители живописи, графики, рисунка могут прийти в малый выставочный зал Общественно-культурного центра. Выставка семейства «Вяль. Утро пробуждения» продлится до 17 марта. С наступлением весны коммунальные службы области начнут наводить порядок. Особое внимание будет обращено на ремонт дорожного покрытия. В частности, в областном центре необходимо отремонтировать более 75 километров дорог. На этот год запланировано 37. Под эти цели выделяется 40 миллиардов рублей. Реконструкция ждет улицу Осипенко и Скрипниково. Новые тротуары появятся на улице Кирово, Карбышево, Машенского. Вторая очередь масштабного благоустройства улиц Бреста, а это еще 37 километров дорог и тротуаров, запланирована на 2015 год. Продолжаем о насущном. В эфире «Утреннего эспрессо» рубрика «Горячая линия. Первый шаг в решении житейских проблем». В студии программы уже появилась ведущая рубрики Анна Новик. Доброе утро. Доброе утро. Вы столкнулись со сложным житейским вопросом. «Горячая линия утреннего эспрессо» поможет найти ответ в любой ситуации. У Сергея из Пинска недавно умерла мать. Квартира, в которой она проживала вместе со своим вторым мужем, приватизирована. В приватизации Сергей участие не принимал. Имею ли я право на долю этой квартиры, хочет знать звонивший. Если ваша мать Сергей принимала участие в приватизации, то вы наряду с другими наследниками первой очереди, а это родители, супруг и дети наследодателя, имеете право принять в наследство долю имущества. Брещанин Игорь состоит на учете на бирже труда. Пособия по безработице он не получает. Бывшая жена мужчины, с которой у них совместный ребенок, подала на алименты. И Игоря интересует вопрос, как в такой ситуации будут начисляться алименты. Игорь, в случае, когда должник на момент начисления задолженности по алиментам не работает, ее размер определяется, исходя из заработка должника по последнему месту работы. При отсутствии таких сведений, либо если с момента увольнения прошло более трех месяцев, при расчете алиментов за основу будет приниматься средняя заработная плата по республике. Мария Борисовна живет и работает в Каменце. Женщина длительное время находится на больничном. Недавно ее уведомили об увольнении в связи с нахождением на больничном более 120 дней. Правомерно ли это волнует звонившую? Да, Мария Борисовна, правомерно. Неявка на работу в течение четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности дает право нанимателю расторгнуть с вами трудовые отношения. Исключение составляет отпуск по беременности и родам, а также увечья, полученные во время выполнения работ и профессиональные заболевания. С вами была горячая линия утреннего эспрессо. Увидимся совсем скоро. Удачного вам дня! А вскоре жители Кобрина смогут смотреть фильмы в формате 3D. В кинотеатре Раду, Гора и Центра проводится переоборудование малого зала, который на протяжении двух лет находился в аренде. Проводится косметический ремонт, планируется закупить новое цифровое оборудование. Первых зрителей зал встретит уже в конце марта. А Екатерина Гораева сонитирует, какие новинки можно посмотреть в кинотеатре в ближайшие дни. Доброе утро! Первая премьера этой недели – «Картина Дубровский». Но это отнюдь не классическая экранизация произведения Пушкина, а скорее заимствование фабулы и основных героев. В наши дни главный герой становится успешным московским банкиром и попадает в запутанную детективную ситуацию. Вы меня подбиваете на непрофессиональное поведение, направленное против интересов моего клиента. Алло, Володя, это Коля. Я по поводу отца тебе звоню. Отца, считай, убили. Мне бы хотелось, чтобы вы понимали, что это еще не конец. Мы будем бороться. Разорим бы. Есть идея. Мне нужны ваши документы и ваша машина. И ваша работа, разумеется. Перед нами очередная попытка экранизации произведения Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Но на этот раз все события адаптированы и перенесены в наше время. Володя – популярный столичный банкир и постоянный посетитель ночных клубов. Мария – скромная студентка юридического факультета и послушная дочь. Но, как известно, противоположности притягиваются. Они начинают встречаться и строить планы на будущее. Как вдруг ссора между их родителями омрачает счастье влюбленных. Классическая литература потому так и называется, что актуальна во все времена. И даже если поменять время и обстановку, это не скажется на сути произведения и на затрагиваемых в ней вопросах. Кто вы? Я не знаю вас. Дубровский. Сына Андрея Гавриловича. Дубровский. Ты шутишь? Ты нужна мне. Попали мы все. Что ты несешь? Жениться мне надо. Я увещаю Дубровским. Ты что, дура? Ты нужна мне, Мария? Ты нужна мне. Я его люблю. Для тебя романтика, а меня раздавить хотят. Красота. Она как-то требует. Угу. Джерт. Прошло 8 лет с премьеры фильма «Триста спартанцев». И вот новая голливудская премьера на знакомые сюжеты в формате трехмерной реальности. «Триста спартанцев. Расцвет империи». Бриз стал ветром. Жертвенным ветром, братья. Ветром свободы. Ветром справедливости. Ветром отмщения. Не секрет, что история о трехстах спартанцах – реальный исторический факт, а заглавленный как фермопильское сражение. Случилось это в сентябре 480 года до нашей эры в ходе греко-персидской войны. В ущелье фермопилы героически погиб отряд из трехсот спартанских гоплетов от общего греческого войска численностью почти в пять тысяч. В центре фильма будет показана история греческого полководца Фемистокла. В эпических битвах при Артемисии и при Соломине армия и флот греков сойдутся с торгающейся армией персов во главе с царем Ксерксом, смертным, покорившим немало народов и называвшим себя богом. В главных ролях снялись Ева Грин, Салливан Стелптон, Родриго Санторо, Ханс Мэттисон, Джек О'Коннелл и Елена Хэдди. Ну а мне остается пожелать вам приятных и насыщенных выходных. А также удачного похода в кинотеатр. Сегодня пятница, 7 марта. А вот завтра жительниц Бреста с Днем женщин поздравят и в социальном троллейбусе. Его украсят цветами и воздушными шарами. Также внутри троллейбуса будут находиться клоуны, которые и поздравят милых дам с 8 марта цветами и конфетами. В субботу социальный маршрут троллейбуса стартует от остановки ЦУМ в сторону улицы Карла Маркса. Без внимания они оставили брещанок и сотрудники отеля Эрмитаж. Первый день весны они дарили цветы прохожим на советской. А удивлять кулинарными изысками в эфире утреннего эспрессо продолжает шеф-повар отеля Эрмитаж Иван Гринин. Мужчинам на заметку, что стоит приготовить завтра на завтрак. Доброе утро! Завтра международный женский день. Мне бы хотелось приготовить что-нибудь сегодня этакое для женщин. Это будет десерт пьяная груша. Мужчины, возьмите этот рецепт на заметку и готовьте его для своих милых дам. С вами шеф-повар отеля Эрмитаж Гринин Иван. Приступим. Для этого нам понадобится груша, белое вино, мед, фисташки, шоколад, маскарпоне, черника и некоторые прядности. Корица, бадьян, анис, кардамон. Приступим. Сначала мы очистим грушу полностью от кожуры. Очистим грушу. Теперь нам надо вытащить сердцевину с нее. Вытаскиваем сердцевину. Вытащив сердцевину, мы обрежем хвостик для того, чтобы сделать из него декор. Груша готова, сердцевина вытащена. Осталось ее теперь сварить в белом виде. Включим плиту. Вылим туда вино. Вина необходимо столько, чтобы покрыть полностью грушу. Добавим меда. И все специи, а именно корицу, кардамон, гвоздику. Спасибо.